ДВХАП.РУ 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 ты включаешься, мы вместе идем в каком-то диалоге до самого конца, то есть он призывает диалог, и не то, что ты за четвертой стеной сидишь за ним. И, к сожалению, он никогда не всегда возникает, вот с этим спектаклем, мы проехали несколько городов, и вроде бы и города театральные даже, но не возникает диалога, и как-то так, ну все думают, а когда же уже начнется спектакль? Состоится только при обоюдной работе, нашей работе и зрительской работе. Если зритель не воспринимает, не принимает, то спектакль не состоялся, поэтому... Соответственно, наша работа не сделала. Маша работает. Да, и тогда будет время, чтобы работать. Значит, это 400 километров, которые мы подъедем. Я думала, ты делал к теме 400 километров. Я так понимаю, что та другая сторона вашего вопроса была именно, наверное, когда ты вот как актер, насколько тебе важно, как на тебя реагирует в самый момент процесса, да? Но здесь тоже, да и Костя всегда так говорит, что, в принципе, ты не должен идти на поводу у зрителя. Ты предлагаешь какой-то диалог. Ну, как мы в жизни, да? Я предлагаю свое поводу. Я вижу, что это не ваша тема, это просто не ваша тема. И вы как-то, да? Ну, вам неинтересно. Я же не буду наставить. Нет, давайте все-таки обсудим или еще что. Я вас буду только раздражать правильно в этот момент. Соответственно, я предлагаю тему поговорить. Если она ваша, вы будете со мной поговорить. Если она не ваша, ну... Значит, просто это не ваш театр, не ваша тема. Роли в Израиле, фестиваль Золотая Москва в Израиле. Мы едем сейчас, ежегодный тоже фестиваль в Прибалтике и Золотая Москва проводим в Латвии и Эстонии. Мы тоже туда едем. Вот нам так тоже зло про этот год. Собирается, выбирается какой-то спектакль. Ну, пора провозиться. В этом году вот нам уже зло. Нет, ну, правильно. Это интересно, когда это настолько разное. Сейчас представляю Дома Руси. Да, ну, абсолютно разное. Это настолько вообще... И сон в летнюю ночь, это абсолютно... Да. Я сама, когда это еще смотрела, мы тут были потрясения. Ну, вот. И, наверное, интересно здесь классно подобрать вот эту вот контрастность и абсолютно... Как бы самодостаточность, если так, и ни на кого не похожесть. Конечно, это не весь спектр... То есть это не франшиза, не повтор чего-то. Это создан самодостаточный продукт, который является авторскими абсолютно. Ну, это также касается, например, съемок. Бывает так, что ты оказываешься в таких местах, и ты едешь и летишь столько часов. Но я понимаю, что у меня в жизни никогда не будет самостоятельного помода вот так вот сесть, психануть и рвануть куда-нибудь. Китам или еще куда-то. И, конечно, для меня лично это еще дополнительное такое любопытство. Мне очень интересно. Я всегда иду гулять, всегда иду смотреть. Потому что неизвестно получится ли у тебя самому оказаться здесь. И это классно, это дополнительно. И вы применяете такой пример. Дождь? Похладание. Я открыла глупо холодного белого вина. Хотите? О, дождь пошел. Что-то творится на дороге. Джек. Джек, тебе наличь вина? Да. Что ж, мы собирались в китайский ресторан и пить его отгазывать сегодня. Для цели тоже не только макароны. Мы хотим сообщить вам одну важную новость. Дино. Я могу продолжать? Да, говори, говори. Рассказывай же, ну. Мы всех разводимся. По приемам тех, которых я не видела раньше. Эти микрофоны, которые позволяют всю тонкость прочувствовать. Приемы заднего плана, что сзади большие, так сказать, артисты выражают все эмоции, которые... Можно увидеть их и услышать. Этот тихий разговор, который... Я вообще... ДВХАП.РУ